Вы уже заявляли про то, что Россия может использовать Беларусь как плацдарм для нанесения ядерного удара. Почему в этом случае вы придерживаетесь такой мысли? Ведь, например, есть Калининград, который ближе для стран ЕС. И, в принципе, ударить по Украине ничто не мешает России самостоятельно. Абсолютно вы правы. Если бы Россия просто хотела бы запугивать нас дальше своими страшилками типа твиттеров Медведева о нанесении потенциального возможного ядерного удара по Европе, то эти ракеты были бы передислоцилованы в Калининград. Перемещение их в Беларусь – это уже не блеф, не шантаж, не угроза. Это начало военной операции. Вот я хочу это подчеркнуть. Что сейчас начата военная операция по подготовке ядерных ударов по Польше и Литве. И эти ядерные удары с поправкой на то, что Путин сказал, что до 1 июля они должны подготовить хранилище. Они не хранилище, конечно, будут готовить. Хранилище нечего готовить. Они будут бомбоубежище готовить. Соответственно, я считаю, что у Европы есть максимальный срок до сентября месяца для ликвидации этой угрозы. Скорее всего, нет даже времени до сентября месяца. Потому что передислоцировать ракеты на самолеты, которые уже подготовлены для несения ядерных зарядов, поднять их в воздух в белорусском пространстве и выстроить за пределы Беларуси, для этого нужно всего максимум несколько часов. Поэтому время идет сейчас на минуты, на дни. Они необходимы силами НАТО, если не силами НАТО по бюрократическим причинам, то силами Польши, Литвы, Украины и белорусских подразделений, уже находящихся в Украине и воюющих на стороне ВСУ против российского агрессора, необходимо входить в Беларусь и освобождать Беларусь от диктатуры Лукашенко. Иначе Европа рискует быть частью ядерного конфликта, и это столкновение неизбежно. На какую помощь тогда мы можем рассчитывать Запада и что, собственно, могут они сделать? Потому что были заявления пока по поводу каких-то серьезных последствий и возможных санкций. Испугают ли санкции эти заявления Путина и Лукашенко? Нет. Это уже сейчас не про санкции, не про заявления. На все на это сейчас нет времени. Сейчас даже нет времени для того, чтобы просто увеличивать в рабочем порядке военную помощь Украине. На это на все нет времени. В Украину нужно входить войсками. Войсками НАТО или, по крайней мере, с благословения НАТО, войсками Польши, Литвы и Украины. Потому что, собственно, именно эти три страны находятся в самой серьезной зоне риска. Польша и Украина. Извините, Польша и Литва уже неоднократно обозначены. Лукашенко как цели. Украина находится в этой же зоне риска, поскольку по Украине могут бить еще и с территории Российской Федерации. Поэтому выхода сейчас уже нет. Счет идет, повторяю, на минуты, на дни, на недели. Но времени очень мало. Когда оружие будет переброшено в Беларусь, уже делать что-то, в общем-то, будет практически поздно. Поэтому действовать надо сейчас. С подару, Вадим, так сама до вас звертаюся с таким питанием, бо Рада БНР звернулася про то, что треб варта признать Беларусь оккупованной краиной, зробить гэта на Асамблея ААН, ці такое махчыма рашэння, уличываючи, што фактична Расія прадаставляе свою зброю Беларусі, яна не аддаея падвы карыстанне, а будзе сама кероваць, табок, ёсць такі меркаванні, што Беларусь і Расія гэтым выпадку Будапешцкий мемарандум не парушаюць? Справа тым, што я згодзен с Асподаром Юріем, што ўже час заяв і обмеркавання мемарандума в тымліку Будапешцкого, і он ўже сошоў. У нас не адно із гэтых рэшэннів, ано ўже в корні не міняя ситуацію. І для Беларусі, што важна, што тэхнічна, нанесе удар гэта па прыказу діктатора Путіна, ці будзе нанесіны удар па прыказу діктатора Лукашэнкі. Для Беларуса ўголовна трэба разумеў, што адказны удар, удар в адказ, і он будзе нанесіны хучэй за все па Беларусі. Вось гэта важна усвядамляць Беларусам. І абсалютна згодзен с тым, што мы стаім на межі вельмі трагічных падзей, і ніякими заявами сітуацію ўже не выправіч, і тут трэба рэхтавацца, мінавіта рэхтавацца в вайсковам плані. А неужо Лукашэнкі не разумеў, што фактичны Беларусь аказываецца мішэнню для зваротнага ядравага ўдару па тэраторай Беларусі, гэта няужо не пужая дыктатора. Гэта да мене пытаня? Так, спадаравадзім. Лукашэнкі, ён може гэта і разумеў, і для ёво, ёво там жыццё, напавна, гэта найкаштонныша рэч ў свете. Але справа тым, што не ён зараз ведзе гэту парцію, парцію ведзе Путін. І ён ўже закладнік сітуація, і ён заявлял, што гатов ползці на калэнях в Расію, і ён туда ўже прыполз. Всё, ёму ўже поздно нешто меняць. І ён дарэч ўже ведзе задолга да гэтава часу пра размещэння гэта ядзерной зброя, таму што ад ёво була некалькі такіх рэмарак, такіх некіх выракав, які мы чулі месяцами раней там. І я іще звернуў вагу на то, што вы паглядзіцца, яку дату яны назвали. Гэта Ліпінь. Ліпінь, гэта месяц, калі хучэй за все, будзе развівацца ўкраінскі контрнаступ. Менавіта, яны будзе адсочуваць за развіццьом падзей пра ўкраінскім контрнаступ. І калі ён будзе развівацца ў неспраяльніх для Расію умовах, хучэй за все, яны будзе праймаць гэта рашэння. Юрія, ви як думаєте, чому вибрана именно територія Беларусі, тому що Путину не жалко? Територія Беларусі выбрана именно тому, що Беларусь формально є независимым государством, і відповідний удар буде по Беларусі. При цьому надо понимати, що відповідним ударом Беларусь буде смітена з лиця землі. Це государство перестанет существувати, причем навіть не атомний удар буде відповідний, а відповідний. Але буде унічтожено в Беларусі все, що висше уровня трави. Тому Лукашенко абсолютний преступник. То, що делает Путин, не говоря о том, що це преступлення, але це провокация по сравнению, по отношению к беларускому народу і беларускому государству. Лукашенко, безусловно, чоловік не самостоятельний, він нічого не определяє, все определяє Путин. То, що Россия буде контролювати ядерне оружіе, це так, безусловно, але це сказано для того, щоб избежати таким образом, ну, така уловка Путина, избежати нарушення договора 1995 року о неразрішаючому передавати ядерну технологію другим країнам. Поэтому Путин как бы это сделал, да, вот эту фразу произнес, чтобы считалось, что Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а про рыв. А на киевском направлении Россия, видимо, понимает, что она не в состоянии тоже одержать успехи в случае повторного наступления на Киев. Поэтому Путин пытается таким образом изолировать чисто физически, да, через радиоактивные, не знаю, что, завалы, изолировать себя і Украину от Европы, чтобы таким образом остановить европейскую поддержку Украины. В первую очередь мы должны, как беларусы, как нация, вмешаться в эти справы. Але видовочно, что на сегодняшний час в середине країны створено таке умовы, які фактично спыняют любый народный протест, навод, я бы сказал, партизанскую деянець. Але те части беларусские, приватность полка Кастуся Калиновского, и он готовы для развития падеи, и он готовы брать на себе отказность. И мы готовы в вынеку створения международной коалиции, и одни из первых заходят в Беларусь. Тут нам треба всім зараз разважать не про тое, як ці будзе нанесенный удар, а про тое, калі он будзе нанесенный, што мы будзем робіць. Тому што то, што сказал Юрий Фельштинскі, што варта було бы зрабіць превентывны удар, каба безброязь їх перед гэтай вайсковым злочинством, ну, мені гэта, шчуря кажучи, слабо веріця, што Європа на гэта можа пайці. Гэта был бы, канешна, самый ідеальний варіант, тому што гэта будзе вайсково азначынство на узровне, я не веду, Херасимы. Юрія, а как вы считаєте, можна ли рассчитывать в этом случае на помощь западных стран, НАТО, і не только НАТО, а пока мы не слышим, пока мы слышим заявление о том, что окончательно Беларусь не подтвердила размещение ядерной зброи в своей стране, да, было заявление МЗС, но Лукашенко по-прежнему молчит. Ну, я давно призываю к тому, чтобы на базе полка Калиновского украинские ВСУ формировали дивизию, белорусскую дивизию. Я давно призываю к тому, что в интересах Украины было бы открытие Белорусского фронта. Я давно призываю к тому, чтобы Беларусь была освобождена от российских войск, потому что с точки зрения геополитической это главный плацдарм Путина для угроз Восточной Европы, Европе и в том числе для ядерного нападения на Восточную Европу из Беларуси. Но я все это говорил как бы давно, с марта прошлого года. А сейчас мы уже оказались в совершенно другой ситуации. Я подчеркиваю, независимо от того, что говорит Лукашенко, Лукашенко может вообще уже больше ничего не говорить, независимо от того, какое мнение есть у разных политических лидеров Восточной Европы, о том, реальная ли это угроза или нереальная, мы сейчас говорим не про угрозу, я подчеркиваю. Мы сейчас говорим про начало проведения военной операции. Она уже как бы начата, она уже заявлена. Поскольку ядерное оружие нельзя перекидывать, нереально перебросить незаметно, Путин об этом объявил заранее, у него не было другого выхода. Но речь идет о подготовке военной операции. Речь не идет о блефе, угрозах, проверке, на что Европа готова, на что не готова, уступит ли она наконец или не уступит, отдаст ли она наконец Украину, Россию или не отдаст. Повторяю, речь идет о подготовке военной операции. Выхода нет, нужно входить в Беларусь и нужно ее освобожать от российской оккупации и российской армии. Какими силами это делать? Достаточно ли для этого сил, например, у Украины одной? Я не знаю, я не военный эксперт. Может быть достаточно, может быть можно предположить, что белорусская армия не будет воевать против своих же собратьев из группировки Калиновского, допустим. Я просто этого не знаю. Может быть, если НАТО, повторяю, не готова на это, это должны быть объединенные силы Польши, Литвы и Украины, включая белорусские подразделения. И этого, скорее всего, будет достаточно. Но счет идет, как говорится, на минуты, секундомер включен и страусиная политика сейчас никого не спасет. Если есть какие-то европейские лидеры, которые считают, что они далеко находятся от Польши и Литвы и до них, как говорится, не дойдет радиация, ну, может быть, такие и есть люди, но это довольно близорукий и наивный взгляд на происходящее. Господа, Вадим, как Вы оцениваете эти потенциалы, мягчимости для выхода украинской армии в Беларусь? С права тем, что украинская армия зараз рыхтует контрнасты, как выстить на свои межи 91-го года, и безумовно все силы и сродки основные, они заденечены на том макеронке. Тут пытания надо ставить про региональную группировку. И мы ведаем, что в Европе силы худкого реагования, и они зараз повеличиваются. Польша повеличивает свою армию. И тут потребный коалицийный день, бо спадеваться на силы одной ЗСУ, яки фактично связаны, я бы не стал. Дякую Вам великую за эту размову. Вадим Кабаншук, намесник командира полка Кастуся Калиновского, а так само Юры Фельштинский, историк, были гостьми нашего эфира.